итак всем привет сегодня у меня видео будет записано не просто так очень получил много различного рода сообщений под видео по чистке монет и очень много появилась у нас негатива в эфире я к чему хочу сказать сейчас пришло время чистки монет потому что за окном у нас зима и все копатели кладоискатели начинают свои находки чистить и в интернете очень много информации по чистке ну и я тоже решила выложить сюжет как я чищу монеты средство универсальное чистит все монеты без исключения медь латунь серебро в общем средства справляются со всеми загрязненностями за исключение есть одни нюансы погорельцы но это другая тема я к чему записываю этот видос к тому что моё средство не убивает металл не убивает монеты потому что очень много пишет людей что я вот твоим волшебным средством испортил монеты что после твоего средства монеты безобразные я тут уже вам не знаю что посоветовать я вроде разжевываю все подробно и понятно я вам говорю что жидкость должна состав которой должен быть входить основная доля это ортофосфорная кислота и эта кислота металл монеты не трогают и это было доказано лабораторными исследованиями химики все это мне сто процентов сказали так что не бойтесь это средство не убивает но были такие у нас индивидуумы которые говорили вот я убил твои монеты я просил его пришли мне средства которым ты чистил как монеты испортились все 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 после какого-то времени он не пишет что извини пожалуйста я ошибся состав был соляной кислоты будьте внимательны ребят если вы закидываете монеты в эту кислоту естественно это средство помогает вам приобрести тот нужный вид монеты все равно контроль чистки нужен потому что если монеты передержать монеты становятся красными то есть поверх металла проявляется еще и медь с этой медью конечно бороться тяжело но бороться можно если маленькие вкрапления появляются красные их можно легко удалить при помощи йода если же не получается это сделать то естественно тут уже нужно прибегать к тяжелой артиллерии то есть нужно это делать с шлифовкой до патина естественно уберется но шлифовка это универсальное средство для удаления именно этих красных пятен в общем давайте я вам покажу все что у меня получается говорят я убийца монет но как можно быть убийца монет если я вам сейчас покажу сюжет до чистки и после может быть у вас мнение и исчезнет конечно же кабинетные сохран никогда не будет кабинетная патина тоже не будет потому что она нарастает сама по себе и достигнуть вот именно кабинетных монет очень тяжело я понимаю что критика в основном на меня ложится именно от диванных копателей те которые сидят на диване критикуют нумизматы которые никогда не копали эти монеты не знают что монеты которые им попадают возможно это мои монеты возможно я их выкопал я их почистил и вы их купили так что не надо говорить о гадости что я якобы убийца монет но вступление сделал а теперь давайте я вам приложу свои доказательства что я не убийца сейчас я как раз начал чистить советские монеты копеечки вот потому что ну у меня их покупает и я решил почистить заодно копеечки и вам приложить сюжет чищу я именно таким же средством преобразовать ржавчины так что продолжаем и я вам все наглядно докажу а монеты которые я бы копаю это вот именно в таком вот виде это монеты подняты шурфа вы не думаете что я специально подобрал монеты грязные только что выкопанные земли нет эти монеты уже как бы помыты они вымыты а при помощи воды щетки и все равно видите сохран окаменелый и таких монет у меня очень очень много кто-то критикует меня что я очищу монеты своими способами со своими средствами но сами подумайте вы когда-нибудь думали спасти вот такие вот монеты могли нет вы просто их напросто забудете про них и не будете с ними сталкиваться но я же я же с ними борюсь 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 при помощи своего средства вот монеты как вы видите видите тоже какие у меня то на нем имеются вот болячки я не лукавлю и действительно это монеты все были вот в таком вот виде сейчас они у меня отмыкают потихонечку и после этого метода монетки уже начинает какой-то вид из себя представлять что у нас получается это получается вот такие вот монеты монеты уже проглядывается номинал более-менее похоже вот стали звучать как монеты эти же монеты совсем звучат как камушки это монеты уже прошли чистку то есть в этим методом я чищу монеты чтобы с них снялся весь камень конечно же грязно это дело вот приходится работать руками без перчаток без всего вот получается вот такие вот монеты вот после того как они у нас почистились я немножко кое-какие еще манипуляции делаю монетки становятся у нас уже вот такого вот характера но красные пятна как вы видите остаются остаются некоторые монеты к сожалению спасти не удается вот так что если монета убитая спасать уже будет проблематично то есть монетка вот почищена но она у нас уже как бы товарного вида никакого не имеет монета немножко уже подустала умерла вот очень много монет вот видите красные пятна очень хорошо проявляются и бороться с этими пятнами очень очень тяжело но если вы постараетесь если вы все будете делать грамотно вот из таких вот монет окаменелых можно что-то сделать что-то как-то их спасти пусть меня и критикуют но я монеты спасаю и монеты у меня уже становится вот такого вот вида а здесь все монеты копеечки потому что ну попросили мне сделать именно копеечные монеты вот монета в принципе почищены вот некоторые монеты имеют просто практически штемпельный блеск но это так я просто выразился штемпельный блеск до штемпельного блеска им конечно далеко но монеты очень хорошо почищены очень некоторые очень хорошим Сохранчики появляются Вы даже не могли представить Что вот из такого вот Вот из такой вот монеты Может появиться Вот такой вот Белый лебедь Из гадкого утенка Превратится в белого лебедя Вот такие вот монетки советские Очень приятно С такими монетами Конечно же потом работать Приятно любо дорого Похвастаться Положить в альбом Монеты довольно таки в приятном Таком бодром сохранчике Ну так вот Это к чему я запилил этот видос К тому что Меня очень сейчас сильно хает Очень сильно критикует Что у меня неправильные методы Что я монеты убиваю Ну ребята хочу вам сказать Ну как так я могу убить Вот это вот Полное убийство Вот это вот Полное убийство монет Если их оставить в таком виде Они умрут Я же делаю полный цикл И монеты у меня становятся вот такими Это разве убийство? Так что прошу ваше мнение держать при себе Ну и так ребят Почистили мы конечно же монетки Я вам показал наглядно Из каких каменелых монет У нас получается более-менее цивильный вид В общем я думаю больше вопросов ко мне не будет Что я убийца и все прочее Конечно очень много приятных комментариев пишут Что да, мое средство работает Они просто довольны И жалеют, что раньше не использовали его Простое, простое средство Тем более оно уже готовое Так что на этом наверное и все И еще хочу сказать, что Чистка монет это тоже сугубо личное такое мнение Как ты чистишь Как наносишь патину Как делаешь консервацию И все прочее И это сугубо твое решение Это как приготовление пищи Это не просто так Накидал их в жидкость Пусть они чистятся Все они сделаются сами красивые Симпатичные Нет, такого никогда не будет Разве вы находитесь на кухне И закиньте все в сковородку Или в кастрюлю И у вас все вкусно получится Нет, такого никогда не будет И то же самое с монетами Нужно с монетами обращаться Индивидуально К каждой монетке подходить по-своему Если вы видите, что монетка немножко краснеет И налет у нее весь упал Вся загрязненная часть отвалилась Сразу же нужно ее вытаскивать Не нужно передерживать, чтобы появились красные пятна Это все делается визуально Не надо просто бросил и они чистятся Здесь нужен небольшой контроль Покраснение практически вылазит на всех монетах Так что не пугайтесь А тот, который на лед образуется На монетах после чистки Это очень легко убирается При помощи кашицы соды Или пемолюксом Или же механическим способом Шлифовкой Краснота тоже убирается При помощи йода Если йод не справляется После нескольких циклов То нужно прибегнуть к шлифовке Шлифовываю я при помощи Бойлока и посты боя Так что все На этом и все Надеюсь вы поставите пальчик кверху Хочу это видео просто выложить сейчас Потому что очень много вопросов по чистке Ну думаю вы меня поймете Так что все Удачи Зима длинная Надеюсь чистить вы будете всегда правильно Пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok